Бизнесмены и экологи требуют открыть в стране свободные экономические зоны для участников переработки вторичного сырья. Они также предлагают внедрить точечные субсидии и управление отходами на местах первичного образования. От климата на рынке мусора зависит из сокращения роста полигонов твердобытовых отходов. На последних обсуждениях, формирующих судьбу мусороперерабатывающего сектора, материали бытогос Морабаевой. Вывести переработку мусора из теневой экономики предлагает председатель Ассоциации переработчиков. По словам Батырбека Аубакирова, большинство в этой сфере не платят налоги. Участники пытаются заработать, поставляя вторсырьё на зарубежные заводы. Однако в драгоценном мусоре нуждаются и отечественные переработчики. Как сделать его прибыльным? Во-первых, его надо сделать инвестиционно привлекательным. Вывести в истине. Что для этого нужно сделать? Мы предлагаем ряд мер. Одно из них – это льготное налогобложение. Либо, по примеру, СЭЗов, свободных экономических зон, вообще убрать налоги. Открытие СЭЗ и отдельных мусороперерабатывающих комплексов в Казахстане обсуждают представители бизнеса и экологического сообщества. Более того, некоторые общественники предлагают расположить свободные экономические зоны для переработки вторсырья прямо на полигонах. Там же сразу сортировали, там же сразу стоят производства, которые будут перерабатывать. Во-первых, мы экономим вопрос логистики. Это сокращение углеродного следа со стороны именно производителей. Они не тратят большие ресурсы на логистику, доставку им продукта для переработки. По официальным данным, в стране ежегодно образуется почти 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Доля переработанных и утилизированных ТБО составляет лишь 15,8%. То, чтобы решить социально-экологическую обстановку, еще раз повторяюсь, для этого нужна интегрированная система, чтобы мусоровывозящая компания и мусороперерабатывающий завод и полигон должен быть в одних руках. Только тогда будет дисциплина. А у нас получается, что в одних руках мусоровывозящая компания, в других мусоросортировочный завод с переработкой, и дальше полигон. А все должен один оператор следить. Тем временем бизнесмены также предлагают внедрить точечный подход в субсидировании. По словам представителей бизнеса, господдержку нужно выделять только тем, кто реже всего прибегает к банальному захоронению отходов. Субсидии должны получать мусоросортировочные заводы, которые, например, отделили органику, которая больше всего из-за нее возгорания появляется в 45%. И вот эти 45%, если я, например, уменьшил захоронение органики на 45%, вот тогда мне, да, действительно, надо субсидий помогать, потому что я не делаю ни возгорания, ни гниения, понимаете, этого мусора, чтобы не собирался фильтра. Однако, по мнению экологов, для мусороперерабатывающих предприятий достаточно и льготного налогообложения. Бизнес должен справляться самостоятельно, уверены они. Экологи предлагают развить культуру переработки вторсырья через управление отходами на местах первичного образования. Это увеличит объем сырья. На мусорных площадках мы поставим сортировочные станции, где будет человек, уже условно отсортировать. Мы, во-первых, сократим объем вывоза мусора до 60%, извлекем из этого общего объема мусора до 50% полезных отходов, которые можно будет переработать. Ну и в целом наладить вот эту систему именно поставок сырья для переработчиков, которые могут ее использовать на дальнейшей технологии. Бизнесмены и сообщества экологов предлагают открыть свободные экономические зоны для участников переработки вторсырья, а также внедрить точечные субсидии и управление отходами на мусорных полигонах. Все они надеются на создание условий, которые будут выгодны как государству, так и бизнесу.